Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Тема сегодняшнего видео звучит очень громко. Правительство России и Центральный банк раздают всем работающим гражданам России по 112 тысяч рублей. И это действительно так. Если вы подписаны на этот канал, если не подписаны, я предлагаю вам подписаться и получить уведомления о новых видео. Для этого нужно на колокольчик нажать. В этом видео я расскажу, каким образом вы можете это сделать. В 2024 году, соответственно, получить минимум 112 тысяч рублей на каждого работающего человека. То есть в семье может быть, что называется, приход порядка 224 тысяч рублей. Каким образом это делается? Итак, первое, за счет чего мы получаем такую доходность, это то, что у нас есть индивидуальный инвестиционный счет, налоговый вычет и до конца года открываете индивидуальный инвестиционный счет, если он у вас еще не открыт. Выбираете тип налогового вычета А, вносите 400 тысяч рублей и на вложенные 400 тысяч рублей вы получаете налоговый вычет в размере 52 тысяч. Это понятно. Большая часть людей, в принципе, об этом знала, что таким образом можно использовать. Остался вопрос, а где взять остальные суммы? Откуда взялась цифра в 112 тысяч рублей? Взялась она от того, что делает Центральный банк России. Центральный банк России в октябре 2023 повысил процентную ставку до 15%. И мало того, что он повысил процентную ставку до 15%, дал расширенные комментарии, касающиеся того, что эта ставка может оставаться в высокое достаточно продолжительное время, потому что сейчас растут инвестиционные ожидания. И здесь можно говорить о том, что если Центральный банк будет длительное время держать процентную ставку на высоких значениях, то и облигации, которые мы покупаем на индивидуальном инвестиционном счету, они нам обеспечат примерно сопоставимую доходность. Если мы хотим зафиксировать для себя эту доходность на длительный промежуток времени и получить дополнительный доход, мы можем просто покупать 10-летние облигации федерального займа. Второе, мы можем покупать облигации флуаторы или линкеры, в которых процентная ставка зависит от ставки Центрального банка. И, соответственно, если Центральный банк и дальше будет повышать процентную ставку, то есть что получается? Что доходность этих облигаций будет в районе 15%. И третье, самое простое, самое элементарное, которое не нужно выбирать линкеры, флуаторы, какие-то сложные слова, мы можем купить просто фонд ВИМ-ликвидности. Почему? Ну, это люди, которые, знаете, вот про синицу в руках. То есть они не знают, что будет через 10 лет. Покупать облигации 10-летние не очень хочется, кажется, это опасно. Вы можете просто получить дополнительную доходность. Но если мы говорим о доходности 112 тысяч рублей на вложенные 400, то вы можете купить фонд Ликвидность. Он наиболее оптимален в этом случае. Почему? Потому что это крупные операторы, это работа с банками и брокерами, то есть в фонде нет выдачи займов физическим лицам. Это очень короткие сроки, на которые выдаются от 1 дня до 30 дней. Выдаются деньги, которыми оперируют крупные институциональные инвесторы под обеспечение. Очень важно, что здесь идет обеспечение. И поэтому получается, что как минимум в следующие полгода доходность в районе 15%, как мне кажется, будет поддерживаться. И таким образом вы покупаете на индивидуальном инвестиционном счету, вы получаете налоговый вычет 52 тысячи, вы получаете 15% на вложенные 400. Это получается 60 тысяч. 60 тысяч плюс 52, получается 112 тысяч рублей. Через LQDT, если вы это используете. Недостаток этого фонда заключается в том, что у вас будет повышенная доходность первые полгода. Но нужно понимать, что Центральный банк длительное время удерживать процентную ставку на столь высоких значениях не будет. Таким образом, к концу 2024 года можно увидеть снижение процентной ставки, что скажется на доходности. Но при этом можно будет покупать облигации федерального займа. Какие облигации покупать и зачем, друзья, об этом в следующем видео. Поэтому подписываемся на канал. А сейчас, ну честно призываю, ребят, не тормозите. Если у вас есть зарплата в районе 50 тысяч рублей в месяц, открывайте индивидуальный инвестиционный счет. Сами выбирайте брокера, через которого вы это сделаете. Заводите туда до конца 2023 года 400 тысяч рублей. Покупайте облигации. Самое простое. Фонд ликвидности. Хотите получить более высокую и зафиксировать для себя более продолжительную доходность, хорошей историей может быть покупка 10-летних облигаций федерального займа. В очень простой пропорции. 50% фиксированный доход, 50% плавающий доход. В принципе, все. Берите, пользуйтесь. На связи был Максим Петров. До свидания вам и удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...